Особенность антезиологического обеспечения цитрогрегидактивных операций с химиоперфузионным лечением. Химиоперфузионное лечение в онкологии используем метод, смысл которого подача в интересуемый нас сегмент большого количества химиопрепарата. Внедрение в клиническую практику, новые комплексные подходы к лечению онкологических больных с местно распространенными и метастатическими звук качественными образованиями, с использованием перфузионных технологий потребовало наличие у врачей и анестезиологов дополнительных знаний об используемых с этой целью химиопрепаратов. Закономерности и принципы общей анестезиологии и реаниматологии остаются едиными как при обычных оперативных вмешательствах в онкологической практике, так и при применении перфузионных технологий. В то же время есть важные методологические особенности, незнание которых может привести к тяжелым, а зачастую необратимым осложнениям. На данном слайде представлены наиболее часто используемые химиопрепараты и их основные осложнения, которые они вызывают. Так, часто используемый препарат цисплатина, и его самое грозное осложнение – это нефротоксичность. Метамицин С, миосупрессия. Пятеруроцил, также миосупрессия и язва ЖКТ. Доксиробицин, миосупрессия и кардиомиопатия. При проведении химиоперфузиозных методик нередко используется гипертермия. Гипертермия оказывает цитотоксическое действие на опухоль и способствует более глубокому проникновению химиопрепарата уже при температуре 39 градусов Цельсия, а также увеличивает поглощение и карстное средство опухолевой тканью. Но при этом повышается цитотоксичность химиотерапевтических препаратов и для всего организма. Основная стратегия – это, конечно, уменьшение хирургического стресс-ответа. С этой целью используются быстрые и короткодействующие анестетики. Всего флюранда, сфлюрана внутриведная, пропофол, опиоиды, фентанил, мерилоксанты, брайден. Как следствие этого сокращение продолжительности восстановительного периода. Мы отказываемся от использования закиси азота как одного из основных предикторов возникновения послеоперационной тошноты и рвоты. При применении эпидуральной или спинальной анестезии при операциях на нижних конечностях. Как следствие, это улучшение функций легких, снижение нагрузки на сердечно-засудистую систему, меньше порез кишечника и улучшение анкгезии. Преимущества нейроксиальных блокад всем известны и представлены на слайде. Один из видов химиоперфузионного лечения – это гипертермическая интерперитониальная химиоперфузия, ГИП. Все достаточно тяжелые больные, имеющие массу тяжелых осложнений. Чаще всего у них бывает асцит и различные нарушения как системы гемостаза, так и электролитные расстройства. При проведении этих операций, кроме стандартного мониторинга, мы рекомендуем использовать катаризацию лучевой артерии, дабы контролировать инвазивное давление и для частого заболевания крови для анализа. Для оценки уровня волемии и введения вазоактивных препаратов необходимо обеспечить доступ к магистральной вене. По данным большого зарубежного мета-исследования, мы можем видеть, как на слайде представлено, что это достаточно продолжительные операции. У больных серьезно ослаблен средний объем асцита – 3,5 литра. И операция сопровождается не редко достаточно большой кровопотери. В среднем около 2 литров. В связи с этим очень правильно и важно организовать инфузионную терапию при данном виде лечения, так как в основном мире сейчас используется рестриктивная модель инфузионной терапии. Но ее применение при проведении химиоперфузионного лечения невозможно, так как это приведет к необратимому цитотоксическому и нефротоксическому действию химиопрепарата. Поэтому объем проводимой инфузионной терапии должен быть не менее 12 мл на кг в час. Один из основных критериев адекватности допустимой терапии исследователи считают наличие нестимулированного высокого диуреза, или, как принято говорить в западной литературе, бойкого диуреза. Целесообразно используют сбалансированные растворы. Мы в ней онкологии используем стерофундин изотонический, содержащий ацетат молат вместо лактата, что позволяет поддерживать метаболические затраты на низком уровне, так как при метаболизме ацетат молата, происходя в течение 1-2 часов, требуется в 2 раза меньшее количество кислорода, чем для метаболизма лактата. По данным того же большого исследования, вы можете увидеть потребности при этих операциях в инфузионных растворах. В среднем за рубежом используют 12 литров, от 5 до 23 литров. В нашей практике мы обычно столько не используем. Это только крестовоидов. А суммарно даже доходит до 35 литров при проведении этих операций. Только так как именно большое введение количества жидкости протективно влияет на цитотоксические действия химопрепаратов. Также операции часто проходят с большой кровопотери. В связи с их высокой частотой насильностью требуют гемотрансфузии около литра и переливание с замороженной празмой в объеме около 2 литров. Если посмотреть на водный баланс, в течение первых 5 дней после операции видно, что все равно он будет положительный. При этом нельзя вводить неконтролируемое количество жидкости просто по принципу как можно больше, так как по данным исследования ЛОВЛ увеличение массы тела пациента на 10 кг приводит к увеличению летальности на 20%, на 20 кг на 40%, а более 20 кг приводит к 100% летальности. Коголопатия. Переливание большого количества крестовоидов или коллоидов может развиться коголопатии разведения. Также этому способствуют высокие потери белка. Изменение в системе гемостаза наблюдается первые 24-48 часов после операции. Через 72 часа начинается их стабилизация, а к пятым суткам после вмешательства показатели коголограммы нормализуются. Необходимость трансфузии гемокомпонентов сверхзамороженной плазмы эритроцитов была отмечена у 50% больных интероперационно и у 28% больных после операции. Это данные нашего института. Также важно проводить контроль температуры химиоперазионных растворов при ГИП. Температура раствора, применяемая для гипертермии, корреблется от 40 до 43 градусов Цельсия, иногда доходит до 45. Чтобы не допустить общее перегревание организма, перед началом процедуры нужно создать контролируемую гипотермию, снизить температуру в помещении, избегать нагрева воздуха, использовать холодные жидкости. Также представляется целесообразно использовать церебральную гипотермию. На фоне ее применения не регистрируя случаи развития судорог и послеоперационных психозов. Так как внутрибрюшная гипертермическая перфузия проходит на уже зашитом брюшной полости, важно контролировать внутрибрюшное давление и давление в дыхательных путях. Чаще всего внутрибрюшное давление варьируется от 12 до 26 мм. Увеличивается пиковое давление в дыхательных путях, что может приводить к ухудшению вентиляции. В связи с этим важно поддерживать перфузионное давление больше 60 мм рт. стоба, дабы не достигать гипоперфузии. Чтобы обеспечить данные условия, необходимо вводить достаточные дозы мерилоксантов. В случае неадекватной вентиляции следует рассмотреть возможность перехода на открытую методику перфузии. Метаболические нарушения и электроитные расстройства. При использовании в качестве растворителя 5% раствора глюкозы наблюдается гипергликемия, гипонатриемия и метаболический ацидоз. Лактат увеличивается с 2 до 4 мм. Это происходит вследствие всасывания в плазму глюкозы и свободной воды, вызывая гипергликемию и дилюционную гипонатриемию. Гипонатриемия также происходит за счет эксекреции натрия в перитониальной жидкости у пациентов, получавших оксалоплатин. Это может быть причиной развития отекового мозга у больного. Развившуюся гиперволюмию нужно своевременно оккупировать введением фурсемида. В общем, после проведения гипосложения колеблются от 27 до 65, по некоторым данным, из 100% случаев. Смертность достигает 9%. Наиболее часто бывает развивается гематологическая токсичность, бывают случаи развития острой почечной недостаточности, нефротатичности, гипопротеиномии. Сохраняется лихорадка до 7 суток. Наиболее грозным осложнением гипертемических перхузий брюшной полости является развитие повреждения почек. У пациентов, перенесших гипп, она развивается в 1,3-5,7% случаев. Причиной ее развития является нефротоксичность химиопрепаратов, чаще всего это цисплатина, внутребрюшная гипертензия, перераспределение жидкости, приводящее к уменьшению удовлетворительства объема крови. Специфической чертой раннего послеоперационного периода у больных, перенесших гипертермию брюшной полости, является длительный более 2-3 суток порез кишечника, сохраняющийся дольше, чем после обычных циторедуктивных операций. Дополнительными факторами, влияющими на темп восстановления функции кишечника, является объем резекции полых органов и обширная лимфодисекция забрешенного пространства. В основном явление порезы разрешается консервативной терапией. Использование продленной эпидуральной блокады уменьшает выраженность и длительность пореза кишечника. Факторами риска развития осложнений в послеоперационном периоде, по данным ВЭП, является перитальный индекс рака более 21%. Это такой специфический индекс, который включает в себя объем поражения брюшины и размеры опухолевых масс, опухолевых очагов. Максимальный индекс – это 52. Оценка ПААСа более 3. Продолжительность работы хирургов более 10 часов. Перитоневомыкновение в левом подреберье. Формирование колостомы или илеостома. ПРОВЕДЕНИЕ БОЛЕ 6 ГЕМОТРАНСФУЗИЙ. Разрешите привести клинические примеры из нашей практики. Пациентка 36 лет с диагнозом рак яичника, левосторонняя анексектомия, резекция большого сальника от 2016 года, после этого 6 циклов полихимиотерапии и прогрессирование заболевания. В связи с этим в 2017 году и выполнена лапаротомия, задняя обструктивная супплироваторная рестерация таза, тазовая переневомыктомия, резекция тонкой кишки, резекция толстой кишки, тотальная оминтектомия, холецистектомия, стриппинг диафрагмы, гипертермическая интерперитониальная химперафизия. То есть крайне большая операция. Длительность операции почти 7 часов. Анестезия северан-фентанил. Холопотерия состояла только 1,5 литра. Инфузия почти 7 литров. Из них кристаллоиды 3,5, калоиды 1,5. И развестия свежая мороженая плазма 1700 мл. Во время операции гемодинамика со склонностью к гипотензии стабилизирована введением норадреналина в небольших дозах. Диурез 200 мл после симуляции фуросимидом 10 мг. Для проведения гипертермии и чеческой перфузии используют циспластины с экспозиции 60 минут. Ранний послеоперационный период протекал гладко. Больная была переведена в палату, экстюбирована через 2 часа. Гемодинамика устойчива, безвозапрессной поддержки. За сутки инфузионной терапии в объеме около 5 литров. На этом фоне Диурез составил 2,200, но был стимулирован фуросимидом в небольшой дозе. По дренажам 4,400 – это сукровичное отделение плюс перфузат. На следующий день в стабильном состоянии больная перейдена на профильное отделение. На профильном отделении также используют систему фастрект. Сразу после перевода отделения больная была активизирована. В раннем послеоперационном периоде проводилась антибактериальная терапия, гемотрансфузия. Инфузионная терапия в небольшом объеме продолжения в течение двух дней. В дальнейшем пациентка получала жидкость только энтеральная. При этом отмечалась постепенно на расторвании уровня кретинина. Через 9 дней пациентка пожаловалась на выраженную слабость, озноб, объективная лихорадка до 39, давление 60 на 40, где раз снижен кретинин 200 мкм на литр. В связи с этим больная перейдена в ЛОР. По данным анализом мочи у больной был заподозрен уровень инфекции. В первые сутки начата была инфузионная терапия в объеме 2,5 литра кристаллоидов, адекватная антибактериальная терапия. Гемодинамика в связи с этим была стабилизировалась на уровне 160 мм, 100 на 60 мм трутного столба. Дюре составила 1,6 литра, температура 37 градусов и 37,6 градусов. На вторые сутки была продолжена инфузионная терапия кристаллоидами, дюре уже вырос до 5,5 литров, температура практически нормальная. На третьи сутки на фоне проводимой инфузионной терапии кристаллоидами дюре уже составила 4 литра, температура 37 градусов, кретинин снизился до нормальных значений. Этот пример показывает, что даже в послеоперационном периоде нужно продолжать инфузионную терапию, так как и за счет ожога брюшной полости химиопрепаратом и большими потерями, но также это может привести к внутрисосудистой гиповолемии, а также должен быть четкий контроль за возможными инфекционными осложнениями. Особенности проведения гипертермической химиоперфузии плевральной полости. Для проведения этой процедуры происходит заполнение грудной клетки раствором в начале проведения методики. Это может привести к перемещению средостения в сторону вентилируемого легкого, что повышит давление в дыхательных пустях и снижит функционально-осточной емкости легких. Давление верхней и нижней половины уменьшает венозный возврат к сердцу, вследствие чего страдает сердечный выброс. Данные изменения приводят к снижению артериального давления и перфузии тканами. По данным Кершер, в 15% случаев пациентов развивается тахикардия, 50% пациентов гипотензии и четверти процентам больным требуется введение вазопрессоров. У нас был даже случай, когда потребовалось проведение сердечно-рёгочной реанимации и срочной риторакотомии. Такое мощное может быть перемещение средостения за счёт вводимой раствора. При проведении гипертремической химиоперфузии поливральной промы существуют нерешённые проблемы. Так, применение либеральной тактики инфузии, которая рекомендована при химиоперфузии брюшной полости, может повлечь за собой интро- и послеоперационное осложнение в виде дыхательной достаточности и отёка лёгких. В связи с этим объём, проводимый инфузионной терапии, зависит от используемой химиотерапевтического препарата и не должен быть менее 3000 мл. Целевой показатель, на который следует ориентироваться, это наличие нестимулированного диуреза на уровне 2,5 мл на кг в час. При проведении изолированной региональной перфузии конечности основными опасностями являются значимые кровопотери в районе 500-2000 мл, интероперационное введение высоких доз гепарина до 30 000 межедронных единиц, развивающийся после снятия жгута, реперфузионный синдром, также повышен риск неврологических осложнений у больных с сахарным диабетом и нейродогенеративных заболеваний. Видимо, у этих больных следует отказаться от использования региональной анестезии. В нашем институте часто проводится изолированная химиоперфузия лёгкого. Осложнение, которое развивается после проведения данной методики, можно условно разделить на три группы. Осложнение, связанное с самой процедурой химиоперфузии, это постперфузионный интерсессиальный отёк лёгкого. Осложнение, связанное с использованием цитостатиков, тошнота рвота. И осложнение, не связанное непосредственно с изолированной химиоперфузией лёгкого. Это пневмония, анемия, мерцательная аритмия, кровотечение, хевоторекс. При этом летальность по общим мировым статистикам после этой операции доходит до 5%. Самым грозным и тяжёлым осложнением данной методики является постперфузионный отёк лёгкого. Чётко нельзя сказать, чем он обусловлен, так как в связи с тем, что у некоторых пациентов он развивается, а у некоторых нет. Выделены основные его причины. Это дисбаланс между количеством жидкости, поступающим в лёгкие, покидающим его. В таком случае, повреждение эпители легочных капилляров большими дозами химиоперепаратов. Которые приводят к увеличению проницаемости альвеолокапиллярной мембраны. Повышение давления гаечной артерии выше 25-30 мт. ртутного столба в процессе процедуры. Низкое констическое давление перфузионного раствора. По данным, также полученным в нашем институте, постперфузионный отёк лёгкого развился по 31% случаев, сопровождался родителям дыхательной достаточности различной степени тяжести. Наиболее часто он развивался у пациентов после применения цисплатины. Нам представляется, что постперфузионный отёк лёгкого протекает в два атака. Во время первого этапа, который происходит во время операции, когда вероятнее всего на степень выраженной остёка в основном влияет дисбаланс гизотратического давления. Тогда случай избыточного поступления жидкости в трахиальное брахиальное дерево снижает давление подающего химию препарат-насоса. Также нам представляет целесообразным проводить продлённую ИВЛ с ПДКВ в послеоперационном периоде. Когда этот отёк заканчивается, мы экстубируем пациента. Они чаще всего бывают адекватно оксигенируются. Но это только первый этап. На следующем день, когда чаще всего пациент переводит на отделение, развивается второй этап отёка. Этот процесс в большей степени обусловлен действием самого химиоперапевтического препарата. Отёк стойкий требует дополнительного лечения, нередко в отделении реанимации. Так что сопрождается нередко глубокая гипоксимия. Лечение, которое используется. Это кислородотерапия, бронхолитическая терапия, антибактериальная терапия в случае возникновения инфекционных осложнений, бронхоскопические санации, СИПАП-терапия – это основной метод лечения данного осложнения. Также мы используем сеансы неинвазивные ВЛ, в случае, если это неэффективно, протективные ВЛ. Хочу остановиться на относительно новом, по крайней мере для России, методе лечения. Это высокопоточная оксигенотерапия через носовые конюли. В наше отделение мы использовали аппарат компании «Фишер-Пайкер» «Аэрво-2». В чем же суть метода? Он реализуется за счет прибора, представляющего собой высокопоточный вентилятор с функцией эффективного уважнения и возможностью подключения кислорода к дыхательному контуру. Пациент может использовать аппарат с помощью носового интерфейса, сохраняя способность разговаривать, принимать пищу, дышать ртом и вести достаточно свободный образ жизни непосредственно во время терапии. Принцип действия основан на том, что аппарат создает воздушный поток с помощью встроенного компрессора, который уважняет до 100% кислород, и в комбинации и он подается в дыхательные пути пациента при температуре 37 градусов Цельсия. Вот так это внешне выглядит. То есть пациент достаточно хорошо его переносит. Механизмы положительного действия. За счет увлажнения подогретый увлажненный газовый поток не повреждает слизистую оболочку носоглотки и способствует нормализации работы мукоцеллярного кринства. Высокие концентрации ФИО-2. Высокая скорость подаваемого потока позволяет компенсировать большой дыхательный объем генерируемым пациентам, уменьшает мертвое пространство, способствует комбинации СО2 и обеспечивает кислородный резерв. Эффект СИПАП. Механическое шинирование носоглотки предотвращает коллап с упроглоточного пространства, а низкие уровни по ДКВ способствуют улучшению оксигенации легких. При проведении этой процедуры при высоких потоках до 60 литров можно добиться по ДКВ 7,4 см, что достаточно много. Какие могут быть осложнения при проведении данной методики? Это травма местных тканей, но мы такой не встречали. Ощущение дискомфорта и давления в области носа – тоже крайне редко пациенты жаловались на это. Кротечение – мы не наблюдали такого. Аэрофагия – тоже не было нами отмечено. Абтурация выделениями канюли – мы такого тоже не видели. Но надо при этом учесть, что неудача в проведении высокой частотной оксигенной терапии может привести к задержке интубации трахеи и худшим клиническим исходам у больных с дыхательной недостаточностью. Таким образом, знание анестезиологам особенности действия и осложнения вызываемых применяемых химопрепаратов, а также особенности проведения методик химиоперфузии позволяет безопасно проводить анестезиологическое пособие и грамотно ввести больных в отделение реанимации. Спасибо за внимание.